Всем привет! Я Ольга Сергеева и вы на канале Кинотрафик. Сегодня я расскажу вам обо всех призерах Венецианского кинофестиваля 2023 года. Итак, поехали! За особый вклад в кинематограф золотых львов получили знаковая итальянская постановщица Лилиана Кавани и харизматичный китайский исполнитель, признанный на родине главным актером своего поколения Тони Люн Чувай. Британская актриса Шарлотта Рэмплинг, звезда ночного портье, вручила призовую статуэтку постановщице во время церемонии открытия. Лилиана Кавани всегда отличалась нонконформизмом, свободой от идеологических предубеждений и от любого типа промывания мозгов. Ее талант постоянно в поиске истины, сокрытый в самых потаенных и загадочных уголках человеческой души. Действие героев ее фильмов происходит в историческом контексте, который демонстрирует экзистенциальное стремление к переменам. Она смело противостоит самым сложным табу и сопротивляется компромиссам. Известна своими работами «Ночной портье» Франциск Шкура «Игра Рипли». Китайский режиссер Эн Кли, автор фильмов «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон», «Горбатая гора» и «Жизнь Пи» вручил премию актеру Тони Люн Чуваю. Признанный одним из главных актеров своего поколения, он стал известен еще в 80-х своим талантом в кино и поп-музыке. Добился своими успехами статуса паназиатской и мировой звезды. В его ролях к сдержанной мужественности всегда привносил неотразимую чувственность. Люн известен своим сотрудничеством с режиссером Вонгом Карваем, с которым он работал в семи фильмах, включая «Чунгингский экспресс», «Счастливое вместе» и «Знаменитое любовное настроение». Программа «Горизонты» включала 18 полнометражных и 13 короткометражных фильмов. Председатель жюри этой программы Йона Скорпиньяна назвал победителей. Картина «Рай» была отмечена два раза. Премию за лучший сценарий получил Энрика Мария Артала за лучшую женскую роль Маргарет Роза де Франсиско. История о 40-летнем Хулио, до сих пор живущем со своей энергичной, властной и харизматичной матерью, родом из Колумбии. Существующее шаткое равновесие нарушается молодой Инесс. Хулио приходится принять нелегкое решение и отправиться в путешествие в родные края. За лучшую мужскую роль приз получил актер из Монголии Тергел Болт Эрдене за работу в фильме «Город ветра». Зе робки 17-летний шаман. Он усердно учится в школе, чтобы добиться успеха в холодном и бездушном обществе современной Монголии, одновременно общаясь со своим духом предков, чтобы помочь членам своего сообщества. Этот фильм – попытка задокументировать современную Монголию. Специальный приз жюри в программе «Горизонты» получил Ален Парони за фильм «Бесконечное воскресенье». История Алекса, Брэнда и Кевина – это не случайная последовательность приключений, а ступеньки на лестнице процесса ориентации, роста и взросления. Автор пытается преодолеть стереотипы и характеризует свой фильм как сон проблемного подростка, который заснулся смартфоном в руке перед включенным на полную громкость телевизором. Премия за лучшую режиссуру в программе «Горизонты» получил Мика Густавсон из Швеции за свой фильм «Райпл Хайт». В рабочем районе Швеции три сестры Лаура, 16 лет, Мира, 12 и Штефи, 7 предоставлены сами себе. Оживленная и анархичная жизнь прерывается, когда социальные службы решают определить девочек в приют. Лоре приходится искать кого-нибудь, кто выдаст себя за их маму. По мере приближения момента истины ситуация накаляется, заставляя найти тонкую грань между эйфорией полной свободы и суровой реальностью взросления. И за лучший фильм в программе «Горизонты» была награждена венгерская картина Габбара Рейса «Объяснение всего». В Будапеште лето старшеклассник Абель безнадежно влюблен в свою лучшую подругу Янку, изо всех сил пытается сосредоточиться на выпускных экзаменах. Прилежная же девушка безответно любит женатого учителя истории Якоба, у которого ранее был конфликт с консервативным отцом Абеля. Напряженность поляризованного общества неожиданно выходит на поверхность, когда выпускной экзамен Абеля по истории превращается в национальный скандал. А теперь о призерах основной программы кинофестиваля. Жюри под председательством американского режиссера Дамьена Шазелла, посмотрев все 23 конкурсных фильма, приняла следующее решение. Премия Марчелла Мастрояне за лучшую молодую мужскую роль получил Цейду Сар за главную роль в фильме «Матео Гароне. Я капитан». Специальный приз жюри достался польскому фильму «Зеленая граница» Агнешке Холланд. Награда за лучший сценарий у Гильермо Кальдерона и Пабло Лораина за фильм «Граф». Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль получил Питер Сарсгард за работу в фильме Мишеля Франко «Память». За лучшую женскую роль Кубок Вольпи получила актриса Кейли Спейни за главную роль в фильме Софии Копполы «Присцилла». Серебряный лев приз за лучшую режиссуру был присужден итальянскому режиссеру Матео Гароне за фильм «Я капитан». Серебряный лев приз большого жюри уходит в фильмы из Японии «Зла не существует» Рюсуке Хамагути. И наконец «Золотой лев» за лучший фильм Венецианского кинофестиваля 2023 года был вручен Йорго Сулантимасу за его фильм «Бедные несчастные». Обо всех этих фильмах я уже подробно рассказывала вам в предыдущем выпуске на канале Кинотрафик. Не забудьте его посмотреть. Поздравляем победителей и начинаем уже с нетерпением ждать все эти замечательные фильмы. А на этом у меня все. С вами была Ольга Сергеева. Подпишитесь, поставьте лайк и до нового выпуска на канале Кинотрафик. Субтитры сделал DimaTorzok